Субтитры делал DimaTorzok У меня другая жизнь. Я не ваш спаситель. Я не буду вождем. Тралл – один из самых любимых персонажей из вселенной Варкрафт не только для меня, но и для большинства фанатов. Его появление всегда вызывает интерес, его действия всегда только благородны, а его характер являет главное отличие от остальных орков. Есть множество персонажей, появление и уход которых мы принимаем со смирением, но почему Тралл пользуется особым признанием? Простыми словами, почему мы любим Тралла? Стратегия Варкрафт 3 началась именно знакомством с сыном покойного вождя Дуротана. Молодой орк стал одним из главных героев игры. И даже несмотря на сияние Артаса, не остался скрытым за его величием. Изначально Тралл понравился людям от того, что не был похож на типичных орков из ранних частей. Нам показывали зеленокожих пришельцев варварами, завоевателями, кровожадными воинами. Но он оказался рассудителен, мудр и невероятно добродушен. Новый вождь Орды воспитывался людьми и перенял их знания и повадки. Он обладал невероятной силой и исключительным умом. Тралл, как и Артас, стал нашим первым главным героем и помог принять орков как самостоятельную расу. Несмотря на сюжет игры, вождь Орды славится своими подвигами. Освобождением пленных ветеранов, возрождением былого величия и традиций, созданием сильного государства и восстановлением Азерота после катаклизма. Казалось, никто не сможет править лучше Трала. Однако за время сменилось несколько вождей, но большинство отказывается принимать всякого, кроме любимого Гуэлла. Он — великий шаман, заботливый отец и хороший вождь. И его Орда, может, и была слабее Орды Гороша и Сильваны, но она была чистой и честной Ордой. Лично Тралл проделал огромный путь для того, чтобы искупить грехи орков того времени, когда даже он сам не родился. Вместе со своими преданными союзниками и друзьями Тралл искоренил кровожадность и зависимость, освободив Громаша от демонического плена. Он не был жесток. Всегда избегал войны, а на земле, пораженной последствиями войны, всегда залечивал раны. Он не был расистом, любил и уважал каждого, кто входил в состав его Орды. Гостям столицы всегда давал ночлег и горячие закуски. Благодаря Траллу и его стараниям, весь Азерот стал потихоньку избавляться от ярой ненависти к оркам. И даже ночные эльфы, что потеряли Кенарии и часть своих лесов в войне зеленокожими, смирились и простили ошибки его народа. Своим великодушием Гуэлл смог завоевать признание Троллей и Тауренов, своей мудростью принять наставление о союзе с отрекшимися и эльфами крови. Его можно нахваливать вечно, но самое главное – время правления Тролла – мирное время. Но есть и слабость. Нет, он сильный воин, его слабость в его ранимом сердце. Мы все знаем о его личной трагедии в лице Гороша, о его усталости и моральном упадке. Все от того, что за свою жизнь он пережил слишком много потерь. Как говорил Крис Мэтсон, главный герой Варкрафт – это сам мир. Но главный герой для Криса Мэтсона – это Тролл. Бывший вождь Орды во многом похож на отца основателя Близзард, и чувствуется, что именно этот персонаж стал по-настоящему родным для Криса. Он создал его, он работал над ним, он озвучивал его и не оставил даже после своего ухода. Порой мне кажется, что нынешняя история Тролла – это история Криса Мэтсона. Он создал эту компанию, он оставил все свои силы за созданием игры и посвятил свою жизнь для того, чтобы мы могли играть и наслаждаться. Как и Тролл создал Орду для того, чтобы жители Аргримара и остальных городов могли жить и наслаждаться под защитой мудрого вождя и сильной фракции. Тролл – настоящая легенда в World of Warcraft, и мне кажется, никто не сможет простить его смерти. Ни персонажем в игре, ни разработчиком. Мы каждый раз ждем, когда он вернется, и каждый раз рады увидеть на экранах вновь нашего старого и верного друга. Отвечаю на вопрос, почему мы любим Тролла, или за что мы его любим. За его вклад в жизнь Азерота. Артас, хоть и остается самым популярным и любимым, но так или иначе он нес разрушение. Тролл сочетает в себе свойства благородной личности и полезного деятеля порядка арты и планеты. Он никогда не бросит в беде своих друзей. И кто, как не он, сможет уладить любой конфликт, будь то новая рана на поверхности или раскол его народа. Я узрел истину, и мои цепи пали. Теперь я снова такой, как прежде. И даже более того, спасибо тебе, друг мой. Я осознал, насколько хрупки наши жизни. Гойл, сын Дуратана, внук Горада. Пока мое сердце бьется, я не оставлю тебя. А на сегодня все. Если вы также любите Тролла, обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях, о ком, по вашему мнению, стоит сделать ролик и кого вы любите больше всего. Не забываем, что подписки на канал «Как нельзя лучше» помогают нам в мотивации для создания роликов. И не забываем об этом колокольчике. Не то зеленый Иисус окажется очень недоволен. Спасибо за просмотр. Локта ругар!